приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова да так поздно я еще никогда не снимала видео дорожные работы у нас не прекращаются сегодня утром хотела снять освещение было плохое вечером долбили вот только прекратилась вся этого канале и решила попробовать снять вечером а вы вечером даже какое-то более сказочная атмосфера сказочное освещение тишина на улице и решила показать вам свою вот эту красоту посмотрите что я на вытворяла буквально за два дня тема переезда все больше меня волнует уже кое-что наклевываются но об этом я не буду говорить дабы не спугнуть и я решила немножечко ну как бы вязание совместить с темой вот этих замечательных сказочных даже не могу сказать слово существ потому что для меня они живые я не знаю как вы напишите как вы верите в сказки как вы верите в чудеса верите ли вы в обереги в домовых я в этого все верю и тем более эту силу придают этим существам то что вы делаете их своими руками это усиливает их энергетику с каким настроением вы их создаете какую душу вы в них вкладываете чем вы их наделяете в момент их создания и и вот вчера я посмотрела несколько видео на ютубе можете просто набрать там домовой своими руками или обереги своими руками и вам выскочит куча куча видео возьмите что-то за идею какие-то идеи сами придут к вам и вы создадите вот такое чудо и так сейчас покажу я вам что это не просто вот такие обереги до сделанная своими руками это еще действующие шкатулки ну и потом немножко расскажу из чего же я все это дело делала и думаю что вам не составит труда сделать это самостоятельно значит смотрите это шкатулка девушку зовут берегиня и бережет она вот мое сердечко которая лежит вот в этой шкатулке как вы понимаете шкатулка создана из бобины на которой кстати была намотана пряжа на скатерти виолетт так что не выбрасывайте видите понадобится кусочек фетра который приклеен немножко кружева джутовая нить специально до конца не обработана чтобы вот эта крышечка хорошо вот так вот заходила и как бы продолжение юбки моей берегини значит сама кукла создана это опять же конус конус от итальянской пряжи вот вы видите этот конус мы из него вязали платье ассоль красного цвета спонсором был магазин филата итальяна леночка я помню вас и громаднейшие благодарю за эту пряжу а вот конус я не выбросила и вот создала вот такую красоту значит джутом все это обмотана этот конус приклеена кружево платье сделано это вот когда-то было куплено для цветов такая штука волосы у берегини сделаны из вот такой вот такого джутового каната продается в леруа мерлен это лёша покупал у нас есть дерево по которым лазают коты и мы периодически они раздирают это все когтями и нужно это менять и вот вчера залезла я в лёшин загашник там где у него инструменты лежат нашла вот этот канат и этот канат так и называется джутовый канат вот так вот его раскручиваете потом еще раскручиваете немножечко распушаете и получаются вот такие достаточно на мой взгляд красивые волосы очень похожие на натуральные а вот тулья в шляпе это у меня было как это называется в общем микстура вот этот докс доктор мам многие лекарства продаются вот с такой дозированной штукой вот эта штука обмотана джутом вырезан круг из фетра фетры по вам понадобится и потом одет и приклеен голове ну конечно же какая же женщина без украшений связала связала сделала вот такие бусики и посмотрите что берегиня держит в руках этот колосок когда-то я увлекалась ирландским кружевом и в общем был связан один единственный этот колосок сейчас это символ символ сытости в доме символ достатка чтобы в моем доме всегда была еда хлебушек вот вот такое украшение держит берегиня в руках ну и конечно цветы которые будут расти в моем саду в общем у меня очень такие оптимистичные планы получилось первая родилась вот эта девушка берегиня ну а потом чтобы ей не было скучно я приступила к домовому сейчас возьму покажу вам поближе не знаю как настроить камеру видите как домовой у меня вот такой вот раздельный сделала я его из банки это моя краска для волос ст или вская вот отодрала вот этот скотч сверху и просто обмазала клеем и обмотала вот этим вот канатом это вот туловище это кроме домового это еще и баночка которая открывается вот здесь можно что-то хранить так что это еще и действующая модель вот такие лапти сделала я из фетра низ тоже заклеила сначала картонкой потом фетром ну и вот такие лапти получились и вы знаете друзья мне кажется домовой мне сам ну давал говорил что и как ему сделать потому что идеи приходили просто ну с неимоверной скоростью все так ладно получалось здесь восемь монеток если хотите чтобы был достаток положите в мешочек домовому 8 монеток которые символизируют бесконечность чтобы деньги всегда были в вашем доме вот он держит это в руках здесь все то же самое это борода этот жут как ни странно нашлись обвязанные уже вот такие два деревянных шарика был у меня кусочек мешковины пошла на нашляпу снизу это все приклеено на клей и здесь тоже голова открывается вот и и получается что домовой это две шкатулки в которых можно что-то хранить как ни странно нашлась покрашенная шишка которую я тоже приклеила ему на шляпу ну и вот эту вот травку тоже символ плодородия которая растет именно вверх долго думала как расположить а потом поняла нет только вверх чтобы все у меня росло на моей земле и вот эту руку это я поролон капроновые колготки старая нашла вернее гольф нашла дома даже не оказалось колгот дырявых почему-то в общем и гольфы были не дырявыми пожертвовала одним гольфиком сделала вот такую руку это обычный поролон немножечко ниточкой поработала собрала вот здесь вот руку сделала форму чтобы она не как плеть висела и вот вручила в правую руку мешок левая просто рука так что вот такая сборная солянка вот такой вот родился домовой но красота красивая мне очень нравится